Авария в Кабанском районе унесла жизни трех человек. 34-летний водитель Митсибиси Либера выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось. От полученных травм на месте происшествия скончался сам водитель и два его пассажира. По Бурятии прошелся ураган. Вечером в воскресенье на Улан-Удэ и многие районы республики обрушились дождь, град и сильный ветер до 24 метров в секунду. В селе Старое Татаурово ветер оборвал провода. Жители Серенгинска Кабанского района поделились в сети фотографиями вырванных с корнем деревьев, помятых автомобилей и сорванных крыш. На площади Советов горел микроавтобус Hyundai County, следовавший по маршруту номер 23. Клубящийся дым напугал и очевидцев, и пользователей сети. Видеозаписи быстро облетели интернет. Люди недоумевают, как технически неисправный автобус пустили на рейс. Отметим, пассажиров, по словам очевидцев, эвакуировали. На момент прибытия первого подразделения горел моторный отсек автомобиля. В результате пожара огнем повреден отсек двигателя на площади 1 квадратный метр. В ходе дознания установлено, что причиной пожара явилась неисправность системы механизмов и узлов транспортного средства. Полиция разыскивает подозреваемую в краже. На кадрах кафе в Октябрьском районе. Девушка заходит в уборную и похищает сумку, оставленную предыдущей посетительницей кафе. В сумке находились телефон, косметичка, банковская карта, ключи от дома и 3000 рублей. Общий ущерб составил около 36 тысяч рублей. Информацию о разыскиваемой просят сообщить по телефонам на экране. Бурятские таможенники пресекли канал сбыток отрабантного ввоза сильнодействующих препаратов. Незаконно ввозила и сбывала опасные для здоровья БАДы, жительницы Иркутской области. Возбуждено 4 уголовных дела. Женщине грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей. Инна Садыкова, Новости дня. Новости дня.